Супруги Макарские В 2008-м супруги стали давать совместные живые концерты со своей группой, в которую помимо самих исполнителей входят пять музыкантов. Во время гастролей дома в Москве Макарских ждут двое детей – трехлетняя Маша и полугодовалый Ваня. Когда есть вопрос, к ней бы струночку, чтобы не фальшивая была, чтобы не подвела, за душу брала и проняла до слез. Видео на вашей страничке вам подарили корюшку. Представляете, мы ее забыли в холодильнике. Мы вчера звонили в гостиницу и просили деловыми линиями есть, как это можно отправить. Нам обещали, что в Чите нас корюшка догонит. Вообще, в принципе, настолько дорого то, что люди приходят на концерт с подарками. Я понимаю, что сейчас очень непростое время. И иногда возникает вообще, в принципе, дилемма – купить что-нибудь поесть или сходить на концерт. И те люди, которые приходят, у многих просто нет денег на цветы, и они несут вот то, что есть. Нам принесли эту корюшку. Варенье, огурчики, пищенье пекут, пирожки пекут, вяжут. Банку, клубничному варенью подарили. В Омске тебе подарили шарф потрясающий. Шарф женщина связала, я хожу, он меня греет сейчас. И Антон сейчас ходит в этом шарфике. Это потрясающе, конечно. То отношение, которое идет от зрителей, это накладывает на нас такую глыбу ответственности, что мы не имеем права схалтурить, что мы должны 100% выложиться на этом концерте. Пусто и холодно, но у меня с собой есть много ценного. Пол-литра белого, пол-литра черного, пол-литра средиземного. Один из самых запоминающихся концертов был вот в 300 километрах от Благовещенска в городе Шимановск. Мы были там вот как раз в рамках фестиваля. Ну, город совсем маленький, туда артисты очень редко доезжают. Но это был такой прием, вот люди настолько благодарили, что, ну, запомнить это, ну, как это надолго мы запомним. Я попросил водителя остановиться где-нибудь у водоема. После концерта мы когда ехали обратно, на автобусе, микроавтобусе, мы ехали все вместе с нашими музыкантами. Вот мы куда-то подъехали к ЗИИ, и вдруг, значит, Макарский начинает раздеваться и лезет в реку. Уже достаточно было прохладно. Ну, это же потрясающе быть здесь и не окунуться. Я вот мечтаю сейчас, конечно, за 20 градусов минус хорошо, но если получится... Ну, теперь уже минус 23. Да, не, минус 24 мы окунались, да, но, правда, в Сергиевом Посаде. Если сегодня, там, завтра получится окунуться, я буду просто счастлив. Человек, да, женится или девушка выходит замуж. А зачем? Ну, как? Чтобы быть счастливой, правильно? Чтобы быть счастливым, да? А любовь – это не для того, чтобы мне. Любовь – это для того, чтобы я кому-то. Кто скажет из женящихся или выходящих замуж, я хочу сделать счастливым или счастливой свою вторую половину? Ну, прийти к этому очень важно. И одно дело – прийти, а другое еще – начать делать это вообще. И вот нас дети учат любить, они наши учителя. А потом вот я сейчас сижу тоже, да, говорю какие-то правильные вроде, да, казалось бы, красивые слова, а поступаю всегда так? О, далеко не всегда так. А хочется ведь, да, не уродовать своих детей. И то, что я говорю одно, а иногда делаю совершенно противоположное – как будут дети поступать, с кого они пример будут брать, с чего они будут учиться, с моих слов или с моих поступков. Конечно, они будут смотреть на меня. Я уже в детях вижу какие-то отголоски своих вот этих вот страстей, да, своих каких-то искривленных действий. У одного, очень интересно, батюшки спросили, а можно вообще измерить любовь? Он сказал, да, легко. Любовь измеряется в литрах крови. Вот сколько ты готов отдать? Настолько ты любишь? Сто процентов. Ну, значит, это любовь. Меньше – это что-то как-то уже другим чем-то попахивает. Меньше – это что-то. Я грязь, я грязь. Экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк даст концерт «Благовещенский». Выступление намечено на 4 декабря. Попасть на него совершенно бесплатно сможет тот телезритель, кто быстрее всех ответит на вопрос, заслуженным артистом какой страны является Сергей Куприк. Ваши смс-варианты присылайте на номер, что указано на экране.